Затем идет УДИР. Знаете, это самые странные баны, которые я, наверное, видел за последнее время. Ну, я ни разу не видел банов электронка и УДИРа вместе. А Вейн и Эйни — это попытка ослабить батлейн CLG, хоть как-то. Потому что прекрасно все понимают, механика дабллифта может сделать очень многие вещи. Кейтлин третьим баном идет. Хорошие баны от CLG, если они оправданы, да? То есть, если реально играет у нас мистер... Господи, я... Одну секунду, я открою все-таки список игроков, потому что вообще я не могу запомнить ники турецких игроков никак просто. Ничего с собой не могу поделать. Теакол, да. Похоже на какое-то имя из Влафины на колец. Может, я что-то не помню, но такого вроде не было. Талдерин точно что-то такое. Как это называется, господи, Толкиеновское, да. Трэш и Шиванна забирается. Видимо, Терес очень любят играть на грабающих саппортов, то есть Блиц, то есть Трэш. И Шиванна, пожалуй... Джангл. Берется, конечно же, Джинкс для дабллифта, Вейн в бане и, пожалуй, один из самых сейчас, наверное, таких сильных АД кэри, которые есть в игре, которые есть и контроль, и прекрасные ульта добивающие, и большое количество АОЕ и не АОЕ урона, да. Там можно либо выбирать, либо вы выбираете и делаете ставку на АТАК СПИД, либо вы делаете ставку на АОЕ урон. Ну, у Джинкс, да, от как-то Ракетницы-Скелетницы или, я не помню, как вторая называется, Свитчеру вроде, кручу-верчу в русской версии. Вот точно называется, Абилка Кью. У Джинкс Ори для Линка вполне возможный вариант, как и Элис для Трикза. Тут вообще без всяких ставок, на что будет выходить Линк, потому что у него пул героев широкий. Кстати говоря, один из, по-моему, мейнеров Твистед Фейта был очень хороший игрок на Мидуу, Линк. Возможно, будет Грагас для Амид Стайла. Езрили, кстати, с Трэшом очень неплохая линия, у которой есть и мобильность, и возможность вносить большое количество бёрст-дэмэджа. Это будет Дрейвен от Киллер-Эсса. Интересно. Вообще, это такой, знаете, пик из серии Удивись Дэбл Лифт и думая, что с этим делать, потому что, ну, Трэш с Дрейвеном это очень жёсткий пик, то есть за один хук Трэша можно, ну, сносить реально фулл-ХП практически. Так что, если Киллер-Эсс хорошо играет на Дрейвене до сих пор и может его использовать в нужном режиме, то это будет очень опасно. Так, у нас остался Саппорт и Топпер, скорее всего. Лулу хороший выбор против того, что есть. Во-первых, она сможет достаточно серьёзно ослаблять Шиванну, потому что её можно кайтить, да, с помощью одной только Лулу, не говоря уж там про Элис, про Ори и так далее. Плюс, опять-таки, на момент шестых левелов, когда можно влить максимальное количество урона, будет Туркволитим на боте, будет как раз ульту Афраму, и к тому же дополнительный щит, дополнительное ХП, получается дикая выживаемость, а это то, что ей нужно Дэбл Лифт. То есть щит Ори, свой барьер, ульт Лулу, и Дэбл Лифт может в соло закрыть вам игру. Насус, Насус на... не знаю, для Ниена, для Трикза, скорее для Трикза, я бы сказал, потому что Элис сейчас более актуальна на топ-лейнг, к тому же Элис неплохой выбор против Шиваны в любом случае, потому что огромное количество Хараса, да, и возможность её остановить, когда она будет на вас бежать. А вот... а вот и нет, а вот там будет на топе Ривен. Если это на топе Ривен, то даже если Трикза не очень играет на джангл Насусе, то надо бы, потому что ставить соло топ Насуса против Ривен, это вообще без шансов, то есть это очень печальная линия. Вообще, кстати говоря, Ривен брать против такого сетапа, на мой взгляд, выбор слабый, потому что очень много кайт потенциала, очень много возможностей Ривен остановить, задержать, и при этом куча щитов, чтобы принять этот урон. Судя по телепорту, это будет соло топ Насус. Рамбл, кстати говоря, очень крутой пик сюда будет. С одной стороны, а с другой стороны уже и не очень, потому что Грагас, так что тут и Рамбл был бы неплох. Ривен я сомневаюсь в этом, но вот берётся Казикс для соло топа, для Талдрина. Окей, теперь осталось понять, но это скорее всего, судя по телепорту, соло топ Насус. Конечно, варианты могут быть. Я с трудом представляю сейчас вообще, как на профсене должен работать соло топ Насус, но если Ньен в этом уверен, то почему нет? То есть, главный минус Насуса не в том, что у него мало урона или мало затанкованности, у него хватает и того, и другого. Вопрос в том, на какой стадии это появляется, и есть ли возможность у Насуса до этого дофармиться. То есть, если он будет стоять против Казикса, в принципе, там, на ранних левелах просто фармить, да, отлайфстиливаться от любого Хараса, который будет входить от Талдрина, не умирать от Алынов, и всё. Это всё, что нужно для Насус. Кстати, мне очень нравится Самонир, который выбирает здесь Ньен, потому что это флэш-телепорт. Для Насуса более типичным является выбор Гаста на топ, особенно с телепортом, когда вместе, да, чтобы вы телепортнулись и могли, ну, реально до любого места добежать. Но, с другой стороны, подумайте о том, что на пик или у нас здесь туркволить, а это трэш, это Грагас, это Казикс. От всего этого желательно уфлэшиваться. Всё-таки, особенно от ульты Грагаса, да, чтобы знать, куда тебя она оттолкнёт, лучше регулировать свою позицию с помощью флэша в таких ситуациях. Ну, плюс, если там особо кайтить нечем, да, то можно и с флэшом абсолютно спокойно, вы просто там себе... Или наоборот, если слишком много всего, чтобы кайтить, то вам лучше прямо в середине замеса стоять, хотя бы ультой дамаг нанесёте, да, там, хоть что-то вы там затанкуете урон, дадите там пару своих сифон-страйков и умрёте. Ну, допустим, даже так, это всё равно нормально. То есть, либо... Либо если вообще нет никакого... Какая-то, да, и вы можете просто там на каких-нибудь быстрых ботинках вбежать и дать по лицу. Либо если его слишком много. А тут у нас, в принципе... Ну, особо ничем Насуса-то не сдержишь. Ну, трэш может, ну и всё. Лулу, кстати, с Игнайтом, в отличие от трэшау, которого взят Экзост. О, господи, это очень ужасно. Это ужасный звук. Когда Джинкс туда-обратно свитчает свой этот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда идут туркуволите, не цепляют никого. Ну, кстати говоря, интересно, что... Не стали драться здесь CLG, потому что у них преимущество позиции было очень серьезное, они знали где противник, противник не знал этого, они спалились, да Ну ладно, они просто не рискуют на первых левелах Вообще, по идее, CLG невыгодно перволевельные какие-то темы загонять, даже если у них там есть преимущество на первых левелах, а у них оно, ну, не то чтобы есть, сложно оценить Тут очень многое зависит от того, как обилки зайдут, потому что Лулу может дать там по всем замедлении кучу урона, да, и Дрейвен тоже с другой стороны может это делать Там контроль может дать трэш, с другой стороны и Лис тоже может дать контроль, то есть Ори и Грагас вообще ауе, обилки на первых левелах обычно берутся, то есть, ну там, тоже может Где посмотреть гамбитов, можно зайти на Twitch канал и посмотреть в разделе видео, так что заходите, если что Так, Лис стартует с синего бафа, ей будет помогать Насус и, возможно, вот CLG, кстати, видит, что Дабла на боте стоит и что Шивана... А, они не видят ничего Ох, трэша, по идее, видно, не было сейчас на боте Сейчас Дрейвен с трэшом спалятся, они выйдут из куста раньше, по идее, да? Да Будет ли какой-то экшен? Нет, не будет Хороший глиттер лэнс, сразу же прошивает трэша На ранних левелах у трэша очень мало хп, и сейчас Терес очень опасно стоит, Терес больше урона получает, чем Афраму Да, и тут выгодный... Ой, Афраму цепляют! Опасно, как был только что от Тереса Все равно выгоднее разменяли CLG Добллифт очень хорошо все сделал, при этом он еще и на двух крипов больше выформил, чем Киллерес Киллерес вообще очень печальная ситуация, по-хорошему это бэк Потому что Лулу Игнайт не экзост, да, и вас могут легко заставить прокнуть барьер Тем более, если вы будете в зверюшке, да, в Вимпсе, вы не сможете нажать на барьер Так что нужно быть очень осторожным Ну, Киллерес сейфово стоит, весьма надо заметить Хотя пока у него нет второго... Нет, появляется второй теперь Все чуть полегче Элис готовится к контргангу, судя по всему, потому что... Да-да-да-да-да-да-да-да-да Хорошее, хорошее решение от CLG, это ФБ очень похоже будет Флэшится вперед и Афраму, и Добллифт Добивает ли Тереса? Да! Забирает Афраму, Игнайт Феррест Бладом И... Пока что все А этого достаточно Просто Решают продолжать Вот это очень опасное решение По-моему... Нет, Афраму не умирает Таврагра на него не идет А вот... Теакол, да, его убили Как-то очень опасно решили делать CLG этот дайв, но Почему-то Шиванна ушла совершенно Не под вышку, и ее очень легко приняли Полторы тысячи преимущества Достаточно тяжелое начало для турквалити Посмотрим, что из этого выйдет дальше Потому что... На топе Насус запушил Казикса очень спокойно Не потратив на это вообще маны То есть там половина маны у Насуса есть А ведь это старт без... Кстати говоря, у Грагаса остался флеш-агнайт Но его развел линк на бэк Это очень выгодно Тут Теакол немножко постоит за Грагаса У Ниена вообще проблем на топе никаких нет К Казиксу очень важно на каком-то левеле Насуса либо убить, либо загнобить А иначе игры не будет Иначе просто Насус нафармит то, что он должен нафармить И турквалити просто не выиграет Потому что если они проигрывают уже бот И если они еще проиграют сейчас Ну, отдадут Насусу фарм То это будет конец Теакол приходит на Ниена Ниен вынужден потратить флеш И это его, скорее всего, не спасет Игнайт догорает, да Но Насусом нельзя так стоять Тем более в 3.13 В 3.14 поставив желтый твинкет Можно И то надо очень осторожным быть Потому что даже если вы знаете, что там идет на вас ганг Тут, кстати говоря Очень красивым было бы решением попытаться телепортнуться Но так как это даже не ульта Шен То есть вот в этом есть очень крутой трик с Шеном Да, вы можете уйти на ульте Когда вы знаете, что у противников нет контроля А у Шивана и Казикса нет контроля Никакого вообще до 6-го левела Шивана То есть сбить вам ничем не получится И за Шена еще можно Но телепорт, конечно, долговато идет Чтобы его реально можно было использовать Так что Ошибка грубая весьма А вот Нена в запушивании без вардов Очень желательно для таких ситуаций вард брать Хороший вард это Фраму Он понимает, что Терес Человек, который будет использовать фонари Для того, чтобы притягивать свою Шиванну Чтобы делать с этим ганги Дабллифт пока не показал Что-то специфическое в плане механики Но начало хорошее Оба их на боте по киллу И они имеют уже у одного вампирика У второго ботинок и рубикристал Вардов больше нету А Фраму Но кто говорит, что они им нужны Потому что они сейчас, во-первых, ушли В оборону такую Да, слегка не пушат Они знают, что Шивана в районе бота Не знают, когда именно она отсюда уйдет Предполагают, что скоро И предполагают, что сейчас Будет какая-то попытка зацепить Фейк фонари Дабллифт с Фрамой играют Очень сейфово, да То есть не разворачиваются Понимают, что даже это могло быть бейтом То есть такой разводкой Мол, Шиваны нет Все в порядке Прыгайте на нас Мы ваши Нет Кстати, у нее наш шестой левел появляется Казикса вообще нельзя драться уже теперь Потому что Насус в любом случае уйдет А где Элис Туркуалити об этом не знают Они видели, что она на боте вот только недавно И только после этого Талдрин уже мог пытаться что-то делать Против Насуса на топе У него есть бруталайзер Но у Казикса есть все-таки Чейнвест Ой, господи У Насуса есть Чейнвест Очень хочет Теокол украсть синий И у меня есть мнение Даже такое интересное Что у него возможно это получится Нет Элис очень сейфово играет сейчас Здесь надо отдать должное Триксу Он понял, в чем суть задумки Туркуалити Была и засмайтил Да, Ори не получила Но и Шивана тоже Теперь можно попытаться сделать что-то такое На чужом синем бафе Тем временем Террес отдает Видимо еще один килл Или Афрамо это сделает Или оба они умрут И да Это два килла на боте Лулу не хватило до шестого Я думаю буквально парочки крипов К сожалению для нее Треш не поражал экзост Во время этого замеса Но в нем и надобности Особо и не было Тем временем Если Трикс попадет по Казиксу Коконом То это скорее всего килл Килл для нас в этой ситуации Это очень приятно Так, Шивана заходит Ииии Ой-ой-ой-ой-ой-ой Тут рядом Шивана Сейчас Ниена как бы не зафокусили Промахивается ультой Своей Теокол И Ниен очень лоу хп Включает свой ульт Пытается начать наносить урон какой-то Но все-таки Первый промазанный Кокон Очень дорогого стоит Даже несмотря на то Что ультой своей Теокол не попал Все равно Тимр Туркуалити Разменивается здесь выгодно И начало уже не столь однозначное Как было до этого Потому что Казикс 2.0 Трансляция завтра Насколько я помню Начинается во столько же времени В 14.00 Так что Приходите завтра Будем всем рады Если вдруг сегодня вы уже Заканчиваете просмотр трансляции Главная опасность в том Что то, что нужно было То, где нужно было ударить То, где нужно было попытаться Силджи ослабить На самое сильное звено Да, дабл лифт Не получилось Он аутфармит Он убил вышку Он имеет 2 килла У него БФ И будет БТ С БК При этом Учитывая то, что у нее Саппорт Лулу У меня есть ощущение Что этот Джинкс Реально может сейчас На боте очень многое Сделать Скоро Я так понимаю Что будет Тимфайт за драконом Какой-то Потому что Оооо Какая ошибка От Линка Сейчас была Это был потраченный Шаквейв При том, что Синего бафа у нее нет И не предвидится Ну, кстати говоря Силджи Решили Немножко нагло сыграть Немножко В рулетку сыграть Потому что Они полагают Что Шивана Бэкнулась Но знают ли они Это Мне кажется Не знают Хороший хук Очень идет от Тереса Выхватывает Линка Терес проседает Ульта Джинкс Еле-еле живым Оставляет Трэша Но добивает Венома с байтом Трикс Это вот Решан Идет продолжение Вокруг дракона Все еще здесь непонятно Чей он в итоге будет Приходит на телепорте Насос Казикс этого сделать не может Дракон скорее всего Достанется Силджи Только если Шивана Не забажит Застеляла дракона Хорош Очень хорош сейчас Теокол Теперь просто нужно убегать Они вряд ли смогут Выиграть здесь тимфайт Потому что Еще достаточно Лоу Хай хпшный Дабл лифт И у него очень много урока Невыгодный абсолютно Оказался телепорт От Ниена Они очень не хотели Его делать Было видно По таймингу Этого телепорта Что до последнего Пока не было понятно Что реально не проигрывает Этот тимфайт Без этого Насоса Силджи Да Даже несмотря на убийство Трэша Решили что Насосу Нужно телепортиться И все равно Не смогли собрать дракона Отличная игра От Теокола Отличная игра От Талдрина В первую очередь Бета готов на джинкс Вот теперь Это реальная угроза Кстати говоря Талдрина на охоте Что решают Силджи Проигнорить его наличие Да Окей Там Шиван Очень красивый Ход сделал Это то что вы должны Делать за любого Джанглера Когда вы хотите Или за команду Когда у вас есть Какой-то контроль Да Вы должны Законтролить Джанглера противника То есть там Потратить на него Какой-то стан Рут Все что угодно Лишь бы лишить его возможности Грамотно засмайтить Когда он хочет То же самое Сделала Шиванна Она прыгнула Поставила по сути В контроле Лис И в этот момент Смайтанула И у нее удалось Да Это русская рулетка Но Силджи Сами выбрали в нее играть И проиграть Тем временем Здесь начинается Файт на топе Три в три ситуация Дабл лифт Очень быстро проседает Ужасное позиционирование Даже ульта Лулу Не спасает ее Очень хороший Сейчас идет ульта Трэша Пусть и немного поздноватый И у Трэша еще есть флэш Скоро откатится Хук через 3 секунды Подходит Грагас На топ Подходит Ори На топ И на этом все заканчивается Потому что Или нет Баррел ролл Не добивается Здесь никак Трикз Не знаю Что заставило Дабл лифта Оказаться на линии огня Прямо впереди Не знаю Что заставило Афраму не ультануть Что? Как? Какая-то очень грубая ошибка От Афраму Значит Либо кулдауны Либо ошибка Скорее кулдауны Я не могу поверить То что Афраму реально Там Не смог вовремя ультануть Хотя там было Очевидно В кого ультовать Очевидно Почему ультовать И очевидны Последствия этого Ну Не ультования Афраму не смог Застелять здесь И не баф Ой Хорошая Достаточно Бочка Теперь осталось бы Размикрить Это все Да Очень хорошая Опять Тереса Вот тут Все нормально Получается Афраму Линг спасен Ньен пытается Кого-то забрать Но Талдрин еще Очень много ХП имеет И явно Уходит Силджи демонстрирует Что-то не совсем Разумительное Если честно Потому что Их ротации Выглядят Очень спорными Отправление Даблы на топ Видится логичным Но они Очень сильно Затянулись С тем Чтобы нормально Туда прийти То есть Начали какие-то Файты Нон-стоповые Устраивать И в этом Они немножко Подпроиграли Туркволити При этом Талдрин Очень жесткий Уже У него есть Бруталайзер Ласт Виспер Все Да Больше ничего Время собирать Хигз Ринкер Скорее всего Чтобы Справляться с уроном От Элис И Ори Я бы Кстати говоря Наверное Тут мерки бы Ожидал От Казикса Потому что Очень много Контроля Лулу Джинкс Ори Элис Грагас прыгает Пытается заулынить Линка Знает что у него подходят Дрейвен и Терес Сюда идет ульт от Джинкс Никого не убивает Естественно Потому что мимо прошел И Линк не отмикрил Сейчас не смог добить Амина Или Амет 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 стайла Тем временем Турквалити допускают Сейчас самую печальную ошибку Которую могут допустить Это Фрифарм Насус То есть они цепляют Афраму Да Адайвить они не могут Все равно Терес при этом проседает На него прыгает Элис Он еле живой Элис уходит на Репеле Ульта от Рейвена Не добивает никак К сожалению Элис для Турквалити И еле живой Казикс Кстати говоря А Насус Та фрифармит У нас уже 102 И Стаков Сколько? 140 с чем-то Не знаю Сколько точно Там к сожалению Не показывается Когда в сервер моде Даблрифт Не может пока что Забрать Вот с этой волной Крипов Вышку Возможно за следующий Получится И Это будет уже Третья вышка Хороший Харас Идет от Нена Не дает он Бэкнуться Теоколу Вроде как все Немножко переспокоилась Игра Прошло 16 минут Тысяча голды Преимущества В пользу Тим Турквалити Скоро дракон Вокруг второго дракона Будет разворачиваться Центральные события Последних Пяти минут По сути Потому что Но там был еще На топе файт Который закончился Хорошо для Турквалити И вот теперь и дракон При этом Дабллифт Покупает весьма Спорный предмет На мой взгляд Учитывая то что Через 30 секунд Дракон Он купил Аварис И это очень плохой выбор Потому что Здесь логика Элементарная Если вы покупаете Зил Вы можете убить всех На драконе И потом вы вернетесь Уже за статиком Если вы покупаете Аварис Вы никого на драконе Не убьете И голды Вы с этого Никакой не получите Странно Вот это действительно Странно Очень быстро падает Дракон Более того Талдрин пытается Заолынить линка За это он никак Не будет наказан Потому что его команда Прикрывает Очень хорошая Идет бочка От Амита Еле живой Афраму Еле живой линк Линка Но линка не добьют Потому что забирают Афраму Это если учесть Что дракон Это взяли Кстати говоря ТКЛ Вы учтите это еще Цепляется Трикс Ульта Джинкс Не входит ни в кого Тирас зря прыгал Вперед Более того Там нен фоловит Еще и Теокола Дабл лифт Забирает Талдрина Что-то здесь Туркволити Загнали Слишком далеко Дабл килл для Джинкс Трипл килл для Джинкс Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Что сделали сейчас Туркволити Как далеко они забрались Зафокусили саппорт И просто взяли И выбросили Все свое преимущество Сейчас Как же сейчас отдали ТУКТКЛ Своё преимущество Причем из-за того Что немножко подлагивал Я пропустил момент Когда Там началось все с того Что Тирес полетел вперед Умер сразу же Потом они решили Видимо что Раз уж отдали Раз уж отдали Кого-то за этот Чейз Надо продолжать Этот Чейз Чтобы его закончить Чтобы выгодный был Размен И в итоге Поотдавались все Потому что Дабл лифт Такие На механике На своей На Микрил 5-1-4 Джинкс Ну вот Не знаю Это было что-то Соло-кушное Очень от Турк Волити Если честно Потому что Когда вы не знаете Что после дракона Вы можете развернуться Когда вы уже Тем более Один килл взяли Да Там была Убита Лулу Вам просто нужно было Взять и отойти И все Теперь Просто-напросто Дабл лифт Может в соло Уничтожить Турк Волити Сейчас Вот то что сейчас На фижина было На миде Трипл килл А Фраму Позволил себе Купить Реджуви Не знаю Почему Не знаю Зачем она ему Нужна вообще Хараса никакого Не входит по нему Абсолютно Да и Господи Реджуви Это наверное Один из самых Бесполезных Предметов Чтобы держать Его в инвентаре За 180 голды Он вообще Ничего не дает По сути Лучше вместо этого Купить 2 варда И за счет этого Потом больше голды Получить Сосистов Опять Нен на фрифарме Нен просто Через Пару минут Выйдет С Тринити Выйдет Подождите Очень странный Билд Стоп 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 Это что такое Глейсил Используется Шрауд Который Либо для Перчатки Либо для Этого Либо для Фроузенхарта Учитывая Учитывая то Что Насос Берет Фейдж То Это Должен Тринити На Насоса Непозволительные Предметы Которые Не дают Реального Потом Выхода В какие-то Серьезные Более Предметы Ему нужно В кэри Предметы Собираться Так у нас Тем временем Идет Уютка Принятие Амета Он забирается 100% Пытается Или Не должен Не должен Добллифт Хотел Засекьюрить Ака Застелять Но получил Не Он Насист Не получил Откуда У него Такой Мувспид От Лула Что Ли Ужас Просто Сколько Мувспида У Добллифта Матур Колити Просто Потеряли Сейчас Они Не знают Куда Двигаться Зачем Двигаться Просто На одном Тимфайте Они Отдали Все Что Могли С Телепорта Приходит Нен Просто Ультует То Что Грагас Мертв То Застелять Этого Барона Может Только Шиван Где Шиван Дома Вот И все Все Лжи Забирают Барон Есть Вероятно Что Дрейвен Застеляет Ультой Где-то Один Пятидесяти Да О Теокол Привет На ульте Ульты Уже Нет У Шиваны Это Значит Что За Это Можно Наказать Вышкой Очень Спорное Принятие Фонаря Сейчас Было Кстати Говоря Нормально Блин Лагает У меня Опять Ну 2800 Битрейд Конечно Многовато Тем более Просто На 1800 Слишком Убогий Был Чтобы Оставлять Реально Если Честно Поэтому Лучше Пусть Оно Иногда Подлагивает Но Хоть В остальное Время Нормальная Качка Чем Все Время Будет Мальцо Какой Ами Это Не Цепляют Коконом Кривоватый Был Атрикса Кокон А теперь Можно Просто Танцевать И Харасить Потому Что У Джинкс Хараса Достаточно Много У Элис Может Зайти Что-то И Ори С ее Контролем Шара Когда Она Контролирует Ситуацию Получается Что Это Кстати Говоря Недавно Был Разбор Игр Команды С КТ Т1 Я На машине Мореал Посмотрел Когда Вы можете Стать так Что Как бы Вы ставите В одном месте Ой какая Бочка От Грагаса Лулу Не вытолкнула Понятно Все Это минус Вышка Сейчас будет В результате Грагаса Здесь вообще Ничего не светит Торг Волите Забирается Вышка Идет Продолжение Какое-то Ну Силы Не сильные Это Форсит Продолжение Просто Идут вперед И все Так вот Вы просто можете Поставить в одном месте Шар А в другом месте Насуса То есть Ну Условно В направлении Чтобы Шиванна Или чтобы Казикс Ворвались в вашу команду Им нужно пройти Либо через шар Ори И просто получить ульт Или там Замедление Или неважно что Да-да-да-да Привет Амит И Еле-еле живой В итоге он остался Трэш запоздал И фонарь пытается Ему бросить Падает еще И сейчас Получается Ингип уже Да Джинкс прекрасно Может вот так зонить Своими ловушками Вертушками Ну можно просто Развернуться Сейчас будет Силджи Они это и делают Это очень дешево было Талдрин просто отдается Не знаю Турквалити на такую дешевизну Сейчас повелись Лулу шикарнейшим образом Ультует сейчас Трикса И По-моему Силджи просто доводит Игру до победы Это такая грубая ошибка Была от Талдрина Просто Это было Слишком очевидно Учитывая то Что барон баф Еще не закончился При этом У нас Фарм Ужаснейший Да 130 за 24 Там Сказать что он как-то Сам в соло угрозу Представил Сейчас кстати говоря После такого ульта Дрейвена Можно что-то сделать Да господи Лаги просто не прекращаются Это кошмар какой-то Сори Завтра я попытаюсь Что-нибудь изменить Может с ютуба смотреть Или что-то еще Ну альтернативные источники Хотя бы иметь под рукой Да Уже совсем Угодает Пытаются застелять Не получается Турков И минус Шивана Еще Да Игру они отпустили Абсолютно сами И настолько Сильно Что ужас Какой идеальный фарм На 20 минуте Ну идеальный 200 Фроген вроде 300 за 20 Делал На карту Сиразок Ну а так Конечно Ну там Хороший фарм Типа 180 170 190 Сложно сказать Зависит от вашего уровня игры От персонажа От линии На мидере можно и побольше делать Там на топпере Очень сложно больше сделать Особенно там Если у вас какой-нибудь топпер Типа там Рамбла Или Лис 220 за 20 Сложно очень сделать Ну мы видим сейчас Да что у Грагаса Фарм очень хороший У дабллифта Фарм очень хороший Здесь еще такой Нюанс что Многое зависит от того Как команда Строит свою игру То есть От какого игрока В какой позиции Если от мидера То Соответственно Мидер забирает Весь левый Халявный фарм Если на топпере То топпер Нет 400 за 20 Невозможно сделать А вот 300 за 20 Да 300 за 20 Это все равно Очень жестко Выглядит Тут тем временем Минус саммит Баншотается просто Насусом Насуса тринити уже И Следующим предметом Он планирует Прозенхард Ну Селджи просто Идут заканчивать Уже эту игру Турхвалити Недостаточно опытные В той ситуации Оказались Чтобы не допустить Какую-то глупость Вот опять сейчас Талдрин чуть на то же самое Не повелся Очень глубоко зашел Но не развернулись Во время Селджи Ну то есть Они могли И не успеть Развернуться Или сами не развернулись Билд на Шиван Но не очень подходящий Под эти условия От Теокола Потому что Ну тут Не добил Джвотер Я бы сказал Что надо было Тарить ему Либо Санфайр Либо Визаж Потому что Он просто не переживет Сейчас там Даже Двух сифон страйков Или нормальную Вильтераторию Тут уже Ситуация такая Что вы Вынужденную Команду Тим Туркволити Блю Дефить Две стороны Поэтому они Все время Выделяют Либо одного Либо двух Человек Для этого Когда вы Выделяете Одного Даже Вас можно Дайвить Когда вы Выделяете Двоих Вас точно Задайвят Минус Трэш Ваншот Причем Ори не потратила Свой ульт Где-то сейчас Он должен Пойти В нем Нет надобности В нем Просто нет надобности Теперь можно Разве что На Пентулинку Попытаться Выйти На такое дело И Силджи Заканчивает Эту игру Очень уверенным Стилем Единственное То и другое Сейчас Билдят Дело в том Что просто Глейсил Шрауд Очень хорош И поэтому Вот он Вроде Выход В перчатку А с другой Стороны Тринити Дает Слишком Много Статов И слишком Жестких Статов Особенно Тот факт Что Фейджи На милишников Работает Точно так же Как и раньше Делает Тринити Очень сильным Предметом На Насуса